Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Наталья. Международный фестиваль «Коледоплей» 2017 года. Давайте о нем. Шесть стран было, 37 спектаклей за 10 дней показали. И наш спектакль получил приз «Лучший спектакль для детей». Ну и вот так хвалили критики, что нам казалось, что это вообще самый лучший спектакль на этом фестивале. Мы такое получили от этого. Заряд энергии, вдохновения у нас. Крылья выросли на обсуждение этого спектакля. Мы были все очень счастливы. Давайте расскажем, как спектакль называется. Что за сказка, о чем она и так далее, и так далее. Это вообще вот моя самая первая пьеса. Называется «Зимовье зверей». И вообще сразу же я написала ее, так как и все следующие свои пьесы в этом же жанре я пишу. Это сказка-комедия для всей семьи. Она одинаково интересна и детям, и взрослым. И я ее написала в 2012 году, когда была на втором курсе в институте. Я училась у Калиды ЕГТИ. И ее сразу же поставили. Я только ее послала в электронную библиотеку пьес, как ее поставил Московский государственный историко-этнографический театр. И хотя я не видела, но я вот уже пять лет читаю отзывы у них на сайте театра. И они все время пишут, что это сказка для детей от трех до девяносто семи лет. Потому что вот она нравится и взрослым, и детям. И в пять лет все требуют продолжения. И в три ее смотрят внимательно. И всегда в конце приписка. А взрослым понравилось еще больше. Вот. Я надеюсь, что какие-то мои следующие сказки будут ставить так же, чтобы они нравились всем поколениям. И бабушкам, и дедушкам, и детям, и мамам, и папам. У вас вот как по оценке автора, вот как вы думаете, что там такое цепляет? Вот что вот понимаете, от трех до девяносто семи лет, да, угадать, это практически весь сегмент. Вы забрали, то есть вы не вычленяете, допустим, от трех до шести, от десяти до двенадцати, а вот просто взять и всех вот влюбить в свою пьесу. В чем секрет? В чем сказка в современном ритме? Она динамичная. Много приключений. Но самое главное, конечно, то, что она про любовь. Про любовь. И что-то в ней такое еще есть уютное. На наших вот самых главных первых инстинктах, когда мы строим домики. И в то же время я почти в каждой сказке стараюсь написать драку. Вот маленькие дети, когда растут, им нужен конфликт. И здесь, в этом спектакле, кстати, вот который Ульяновск привез на фестиваль, они такую сделали хорошую драку подушками. Это было так весело. Все, кто в первом ряду сидел, все вместе с актерами дрались этими подушками. То есть для детей это своеобразная драка, подвижность. Ну да, наверное, в таком возрасте и бывают конфликты интересов. И не случайно. Там много приключений. Самоутверждения. А вот приключения. Какие еще приключения вошли? Мне просто тоже хочется очень проникнуть в эту атмосферу этой сказки. Ну, волк с лесой пытаются съесть домашних животных, которые сбежали от хозяина в лес. При этом за ними гонятся еще и хозяины. У них сразу, видите, с одной стороны зло, и с другой стороны за ними. Вот так вот. То есть вот на фестивале, собственно говоря, сказка, которая вами была написана. Как давно она у вас была написана? Ну, я уже сказала, в 2012 году. Да, в 2012 году, это получается у нас 5 лет назад. 5 лет назад. А, Елена, а с чего вот началось ваше увлечение театральным искусством? Ну, я с детства знала, что я буду сказочницей и что я буду писателем. Я очень люблю сказки. Ну, как-то потом пошла в медицину и даже не думала, где учиться. И вот какой-то даже был период, когда я думаю, ну, наверное, я в этой жизни так и не стану писателем. Почему-то вот у меня была такая мысль. Хотя лет 8 собиралась поступать в театральный институт, в Калиде. Собиралась, собиралась, и наконец-то, пока вот не появился такой человек, который меня подопнул, я пошла и поступила. И потом вот это все и началось, и начала писать только благодаря Николаю Владимировичу Калиде, моему учителю. Когда вы учились в школе, за школьной скамьей, да, вот сидели на школьной скамье, вот слово, которое хотела найти, подобрать, вы мечтали быть актрисой, да? Ну, нет, актрисой я не мечтала. Не актрисой, а вы хотели быть писателем. Я хотела быть писателем, да, то есть вот эти вот записочки, которые, да, всегда... Мы с подружкой в школе выпускали газету, только для нас двух двоих, и никому ее не показывали. А там писали статьи про всех наших учителей, подружек. А, такая статира своя база, да? Да, я до сих пор их храню. Здорово. А потом жизнь так сложилась, что вот как вот можно писателя и медицина, мне кажется, это абсолютно разные какие-то направления в жизни, или все-таки медики, люди творческие? Нет, хорошо, одно другому не мешает. Даже так как в основном я занимаюсь массажем, я во время массажа, я уже все равно опытный массажист, у меня стаж почти 25 лет. Я, естественно, где-то делаю и на автомате, и в то же время я придумываю сказки. Ну и потом, у меня очень интересный есть опыт в Тагиле. Я во время массажа иногда у людей беру коротенькие интервью, и потом я эти фразы запоминаю, все держу в голове, я потом эти записываю фразы, записную книжку и вставляю их в пьесы. Это для меня очень важно, чтобы речь у героев была живая. Иногда я прямо сдаю наводящие вопросы. У меня же один клиент из нашего Нижнего Тагила помог мне написать потрясающую сказку «Зубная фея по имени Мотя», потому что он во время массажа говорил мне примерно так. А мне нужен там был папа-тиран, такой папа-гном, который всех мучает. Он говорил так, знаете, Лена, есть такие люди, которые долго обиды помнят, злятся. Я не такой, я сразу бью на поражение. Все. И вот я так думаю, все, папа-гном у меня есть теперь. И я ему специально задавала вопросы и все за ним записывала. Я очень жалею, что нельзя сохранить вот эту интонацию, вот когда ты пишешь. Я надеюсь, что режиссер, который меня почувствует, он это тоже почувствует, как это нужно, с какой интонацией говорить. То есть папа-гном, он все время говорил, я бью на поражение. Правильно? Он такой агрессор. Характер вы списали. То есть герои ваших произведений, это, собственно говоря, списанные, наверное, какие-то характеры реальных людей. Я сейчас часто так делаю. Часто, да? Мне очень это интересно. А вот правда, что вы начинали работать в нашем Нижне-Тагильском драматическом театре и, конечно же, по своей профессии, по первой профессии фельдшера? Я проработала там 20 лет. И первые лет 10 я там была прямо в штате театра, была фельдшером. Потом там законы поменялись, я уже была по-другому оформлена. Но это правда 20 лет я там была медиком. Вот как складывалась ваша работа в драмтеатре? Понятно, что у вас был свой профессиональный функционал, но, тем не менее, вы как бы заглядывали за кулисную часть? Интерес у вас какой-то был? Может быть, тоже смотрели вот эти сценарии, как ставятся эти пьесы, как режиссер работает? Ну, конечно, это было, да. Но тогда я была простым зрителем, человеком вот без этого опыта, который у меня сейчас есть, когда я закончила институт. Это был совершенно взгляд другой. Вот я помню, как я прочитала пьесу своей подружки Ани Богачевой, и подумала, «Бамбуковый остров», и подумала, ну, так как-то так, вот пьеса. И потом, когда такой спектакль хороший поставили, я думаю, надо же, вот все вот приложили свою руку, и получился хороший спектакль. А вот сейчас, когда я закончила театральный институт, я поняла, что на самом деле, не будь вот эта пьеса такой чудесной, такой теплой, доброй, не было бы такого хорошего спектакля. Потому что автор, он самый главный творец, на самом деле, без хорошей пьесы и не будет хорошего спектакля. Только не все умеют читать пьесу, не все это видят и понимают. Как вы думаете, ваша пьеса, ваша сказка, да, попадет ли в репертуар Нижнетагильского театра, и вот в какие уже репертуары включена сказка? Я, конечно, мечтаю об этом, я все время надеюсь и жду, ну и верю, что это правда случится, потому что у меня очень много на сегодняшний день пьес, у меня есть из чего выбирать. И вот «Зимовье зверей», самая моя первая пьеса, она уже идет, вот то, что я сказала, в Москве, это московский историко-этнографический театр, они все ставят такое русско-народное. А потом ее поставили почти одновременно, вот в Ульяновске, тот театр, который приехал на фестиваль, и в Казахстане поставили на казахском языке, перевели, кто-то перевел. То есть ваше еще и произведение переводят и ставят, да? Да, в Большом театре, в областном, в Кастанае, она тоже идет. А вот разные режиссеры работают, я думаю, что вы все равно отслеживаете, как поставили сказку в том или ином театре. А вот она разная или вот все равно вот автора уловили? Наталья, вот на этот вопрос я вам не отвечу. Я как-то постеснялась, в Москву я не ездила, видео они мне не присылали, я не видела. Да, не видели. По фотографиям, по отзывам я вижу, что хорошо. Но когда я увидела еще вот только первые фотографии Ульяновского театра, я сразу поняла, что это, наверное, самое мое любимое, самое лучшее произведение, потому что они настолько вложили душу, они вот эти все мои интонации услышали на расстоянии, и столько добавили своего, да, они изменили финал, что-то еще изменили, потому что театр маленький у них, и у них нет там столько актеров. Но получилось все равно очень хорошо, и это моя сказка. Я чувствую, что, несмотря на все изменения, это вот то, что я и хотела. Режиссер просто суперталантливый человек, я ему благодарна, я горжусь, что она с ним свела судьба. Я даже очень мечтаю, чтобы именно наш театр именно его пригласил сюда для этой постановки. И еще хочу интересную историю рассказать. Когда они ехали из Ульяновска на фестиваль, у них в дороге было очень много проблем. Их декорацию не хотели грузить в товарный, в грузовой вагон, потому что там на несколько сантиметров было заявлено меньше, чем оказалось на самом деле. И уже 15 минут до отправления поезда, они случайно находят пилу на перроне и пилят эту декорацию на три части, и в последнюю минуту запрыгивают с этой декорацией в поезд и едут в Екатеринбург. Я этого ничего, естественно, не знала. Я только уже была у них на фестивале, видела этот спектакль, я знала, что он очень хороший, что он всем понравится. Но вот когда они садились в вагон в это самое время, у меня такое волнение на меня напало. Я не могла спать. Я ходила и мучилась здесь в Тагиле, и все думала, почему я так переживаю? Что такое? Почему? Я же знаю, что спектакль хороший. И потом я поняла, вот мы с ними на одной волне, вот мы настолько далеко друг от друга живем, а мы на одной волне. То есть вы почувствовали вот их трудности, которые у них сейчас возникают, да, и, собственно говоря, сказку могли не увидеть, да, на фестивале. Да, я потом только это поняла. Да, это очень редко бывает, но вот редко, но метко. Елена, скажите, а сколько вот вообще в вашем репертуаре сейчас уже произведений, и давайте тоже их, может быть, назовем. Немножечко так по ним тоже пройдемся. У меня вот на сегодняшний день, наверное, 14 пьес уже написано, которые можно ставить. Вот сейчас еще 15-ю дописываю, в этом месяце допишу. И я, знаете, как пишу свои сказки? Ну, я же развлекаю, в первую очередь, саму себя, когда пишу. Я вот напишу русскую народную, следующую сказку, а не за что, не сяду вторую русскую народную писать, мне уже неинтересно. Я какую-нибудь западную напишу, потом мне захочется какую-нибудь современную городскую сказку, и только потом мне снова захочется русскую народную. Я все-таки люблю сказки. Но я пробовала писать и пьесы для подростков. В общем-то, они на фестивалях занимали такие хорошие... Ну, не на фестивалях, а на конкурсах драматургов. Там в Лонг-Клист попала в Питере моя пьеса для подростков «Как сделать НЛО». Но все-таки самое главное — сказки. Хотя они у меня чем дальше, тем сложнее. Я их пишу уже как специальные сказки для взрослых. А получается, сказки делятся на русские народные, на какие-то на восточные, на западные и городские. Это вот как? Это новый жанр. Вот мы с детства помним русскую народную сказку, да? «Аленушка и братец Иванушка» или «Аленушка и Иванушка, дурачок» там и так далее. Есть у меня такая сказка. Есть, да? А вот и вы как разделяете их по репертуарам, так скажем? Я, кстати, почему-то очень ревностно отношусь, чтобы не смешивать вот эти жанры. Я не люблю, когда пишут сказку русскую народную, и вдруг там царевна становится принцессой. Это мелочи. Но я вот в мелочах дотошна. Я прежде чем сесть и написать сказку, я очень много изучаю в интернете всего всяких мелочей, чтобы это все-таки было правдиво, чтобы не наврать. Да, я тоже, вы знаете, иногда, так скажем, в меру своих обязанностей мамы прочитываю литературу, допустим, вот современные сказки, где какие-то там герои, допустим, современные мешают с русскими народными сказками. То есть вы это не приемлете. Не люблю. То есть оно должно быть в одном направлении. Да. Да, вот давайте еще назовем вот эти вот произведения, как они называются в вашей сказке. Какие вот вы еще бы наряду с вашей уже известной сказкой бы выстроили? У меня еще поставлена, кстати, в двух театрах сказка «Принцесса и страны забвений». Это очень романтическая сказка про любовь с тонким юмором. И юмор этот на самом деле на сцене трудно воспроизвести. Опять же, я не видела ни одну постановку. В Улам-Удэ, в Большом театре идет этот спектакль. И еще идет в Алтайском крае, в маленьком городке Рубцовске. После этой сказки Кольда сказал, Лена, пиши юмор погрубее. Я как-то поняла буквально и написала следующую сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» с такими шутками, ну грубыми. Не знаю, там и в лагере пели песни детские, и русские народные там в штанах, без штанов. Но опять же, это у меня поет Кикимора, которая заняла место Аленушки. Поэтому она же отрицательный герой, надо же ее показать, что она плохая. Но я люблю хулиганские сказки на самом деле. Вот не знаю, мне хочется, я где-то, понятно, что женского начала в моих сказках много, но я его как-то искусно думаю, а сейчас и для мальчиков что-нибудь. Мальчикам же тоже нужно. Вот такие прямо прекрасные, распрекрасные сказки я такие не люблю. Вот сейчас я сама уже литературную студию веду. Я своим начинающим литераторам намекаю, что не надо вот такой прекрасной, распрекрасной. А где ведете литературную студию? А сколько у вас вот юных литераторов и вообще дети вот с удовольствием как бы вот читают? У меня основной костяк это пенсионеры, которых недавно сократили. Они, кстати, бывшие преподаватели, многие вузов. Детей я пока вот звала, но не сильно набрала, потому что я там... Ну, наверное, опыта нет. На общественных началах я веду эту студию. И так как мне никто за это деньги не платит, я думаю, посмотрю, как я эту нагрузку буду в жизни своей. Со своими остальными всякими делами соотносить. Ну и вот я пока по школам не ходила, детей не звала. Хотя вот воспользовавшись вот этим вот сейчас моментом, что здесь я хочу сказать. Вот ребятам, старшеклассникам, что нужно обязательно свои способности творческие развивать. Не надо терять то, что вам дано от природы. И не закапывайте свой талант. А едьте и поступайте в театральный институт. Потому что это было огромное счастье. Вот я сейчас училась у нас в ЕГТИ. Это такой институт, такие преподаватели, такой календарь молодец, что это здесь сделал в наших краях. Что у нас у всех есть возможность поехать туда и поступить. А ваши планы на будущее, так скажем, вот, может быть, не совсем надалекое, но всем не менее. Какие у вас планы? Пишу дальше сказки. А вот вы сказали, что к концу месяца закончите еще одно произведение. Что за произведение? Давайте его немножко проанонсируем. Вот поеду, скоро снова на лабораторию меня пригласили. И там эту сказку обсужу. Опять очень какая-то сложная идея для театра кукол. Но там у меня и должны быть и живые люди, и куклы. Вообще, это история про итальянских марионеток. Вот раз я редко путешествую, а хочется же куда-то спутешествовать, вот я пока пишу сказку, я и путешествую в Италию. Ага, то есть в интернете, наверное, что-то смотрите, изучаете культуру, правильно? Да. То есть это вот и кругозор расширяется. Да, но прежде чем писать сказку про Италию, конечно, я и про животных, и про растения, и про кухню итальянскую все прочитаю. И сказок итальянских много прочитаю, и фильмов посмотрю. И только тогда сяду писать сказку про Италию. Спасибо, Елена, что вы были сегодня у гостя в нашей студии. Спасибо за ваш позитив, теплую беседу, и, конечно же, вам творческих успехов приходить к нам еще в гости. Спасибо, Наталья. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!